В христианстве нет большего зла, чем молчания о победе Иисуса над общим врагом. Сникли иноки, враг им мозги измочалил. Трудно было понять, к мусульманству придем. Из слов благовестия слово составлено, и реже в угрозах посланий сквозит. Сначала чуть-чуть на Адама лишь каплями, и в каждом послании Божий визит. Язык небольшой, чем в сравнении с телом. Он может подкладывать пищу не только на зубы. Между двух жерновых попадал все же целый. Он мягкостью лижет, но чаще секиры и рубит. Язык без костей упрекаем, заслышав неправду, и это увы справедливо довольно от счастья. На нем испотнулся неприбранный прадед, ворота свои распрахнул для несчастья. Не молча и с ангелом встречи случались, звучала понятная речь без акцента. О радости редко, а больше о горькой печали. Через столетия каждое слово оценим. Из уст Иисуса на патмосе видел был меч, и он означает угрозу от слова дословно. Монахом-молчальником снимет он голову с плеч, из уст его пламя на черную в кельях солому. Молчат ли, когда патриарх словно спятил, в садом и гоморру устроил святым олигархам? Им нет ни постов, ни среды, ни пятниц. Давида на них запланировать кровью, чтоб харкать. Язык престарелых и даже младенцев грудных опищили только текущий конючит. Уста у святых самый лучший на свете родник. Он в уши втекает и к сердцу закрытому ключик. Нет больше потери о правде Христа умолчать. Кричите и пойте о славной победе Иисуса. Плененным упрямством греховным на губопечать шакалы и змеи засели в засовшее русло. 12 апреля 2007 года Субтитры создавал DimaTorzok